Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Бывшая жена Степана Меншикова идет на проект к Даниилу Сахнову. Все же Степан Меншиков сумел доказать, что возраст не помеха для участия в реалити, ведь именно на нем сейчас держатся почти все эфиры. Даже на поляне он умудряется быть в центре внимания. Опытный Степа с самого начала выбрал двух главных фриков проекта, которых откровенно троллит, получая от них бурную реакцию, увеличивая тем самым зрительские симпатии. Речь идет об Александре Черно и Илье Ябарове, ведь именно этим героям иронично Меншиков не дает спокойно спать. И если Саше просто некуда деться с крохотного острова, то вот Илья уже предпринимал попытки покинуть телестройку, обидевшись на высказывания более старшего коллеги. Но издевательство над фриками не входило в первоначальные планы Степана и редакторов, ведь они хотели разыграть драматичный сюжет с участием беременной Ангелины Монах и Евгении Шамаевой, которая должна была вскоре появиться на съемочной площадке вместе с детьми. Пандемия коронавируса эти планы разрушила, ведь Степа и Геля на неопределенный срок застряли на островах, а вместе с ними и Евгений Ромашов, который должен был исполнять с роль ухажера бывшей жены Меншикова. Но время идет и ситуация развивается совершенно в другом ключе, ведь любвеобильный Женя Ромашов не может оставаться без женской ласки длительное время, поэтому уже успела разочаровать молодую женщину, связавшись с Яной Захаровой. Поэтому для Шамаевой нашли другого партнера. Зрители подметили, что на съемке шоу Бородина против Бузовой зачастила Татьяна Строкова, а в сети то и дело появляются слухи, что она желает вернуться. Очевидно, что девушку пытались помирить с Даниилом, но тот продолжает стоять на своем и категорически отказывается возобновлять отношения с Таней. И раз Сахнова не удалось пристроить Строковой, именно он станет тем молодым человеком, который успокоит израненное сердце Евгении Шамаевой, когда та появится на новой поляне с двумя детьми и займет комнату в доме спасателей. Женя уже вовсю раздает интервью проектным журналистам и признается в симпатии к Дани, но всем очевидно, что приезд Степана и Ангелина с острова заставит ее позабыть об инфантильном Сахнове. А мы увидим в эфирах совершенно другую историю. Алексей Купин довел Майю Донцову до слез из-за лишнего веса. Очевидно, что Алексей Купин перестал устраивать то, как выглядит его жена Майя Донцова, тем более, что они находятся на островах под жарким солнцем и одежды на них по минимуму. Все прелести и изъяны сразу заметны. Майя и сама признает, что за последнее время прилично поправилась и попросила своего мужа составить ей план тренировок. Только Лёше этого оказалось мало, и он выявил инициативу тренировать жену лично и следить за рационом еды и временем самих занятий. Купин начал настаивать на том, что сегодня обязательно нужно провести тренировку, но Майя очень не любит, когда ее к чему-то принуждают. Она отказалась от такого дотошного тренера и, пока никто не видел, начала делать упражнения у себя в домике без камер. Лёша выяснил эту псевдотренировку и вообще не поверил в то, что его жена самостоятельно может заниматься хоть чем-то. После лобного места он снова начал уговаривать ее нормально заниматься по четкому графику и режиму, и вот тут Майя не выдержала и расплакалась. Действительно не совсем красиво выглядит эта ситуация. Зрители считают, если не нравится тебе, как выглядит жена, можно более тактично и аккуратно об этом сказать. Скорее всего, Купин привык к идеальному внешнему виду, за собой он очень следит. И прическа, идеальное тело и всегда стильный образ в одежде. А тут жена портит ему весь его шикарный образ. Бывшая участница Милена Безбородова унизила Безуса в социальных сетях. Милена призналась в том, что у нее практически не осталось чувств по отношению к Алексею. Кроме того, по словам Милены, она не считает парня мужиком. Возможно, Безбородова просто обижена, но чтобы насолить Безусу, девушка опубликовала некрасивые истории про их отношения, рассказав о том, что ей было скучно в постели. Безус не отреагировал на высказывания Милены, посчитав их детскими. Алексей уверен, что если Милена сможет понять, как себя нужно вести, то она сама извинится. Он не хотел бы расставаться с ней вот так, но понимает, что сейчас она просто обижена на него, поэтому пытается сделать все для того, чтобы насолить парню, укусив его побольнее. Стало известно о том, что организаторы буквально заставили Ольгу Рапунцель родить второго ребенка. Это оргии проекта решили, что Оля стала терять свою популярность. Чтобы исправить эту ситуацию, ей было предложено родить второго ребенка. Эта малышка, как и Василиса с Богданом, будут проектными, потому что нужны в первую очередь не родителям, а проекту, который будет их содержать и кормить. Оля уверена в том, что она после рождения второй дочери станет еще более популярной. Рождение ребенка прописано Ольге в контракте, поэтому за это она получит дополнительную заработную плату, от которой совсем не хочет отказываться. Будущая малышка, как и Василиса, получит 90 тысяч рублей. В сети появилось видео с автомобильного, где бывшая участника Маргарита Ларченко открыто оскорбляет Алену Савкину. Рита и Алена никогда не были ни подругами, ни просто приятельницами. И ни для кого не секрет, почему. Именно на Ларченко Илья Ябаров в свое время променял Алену, упуская из виду тот факт, что последняя была беременна его ребенком. Несмотря на то, что прошло немало времени, а у Ябарова давно появилась другая любовь, Ларченко и Савкина не перестают время от времени обмениваться любезностями в сети. И, как правило, именно Рита не церемонится со своей бывшей соперницей. Девушка рассуждает о поведении Савкиной. Отвечая на вопрос фолловеров в сториз, Марго дала понять, что не поддерживает разгульного образа жизни Алены, особенно того, как часто последняя меняет мужчин. При этом блондинка удивляет, что перебирая Эннова по счету кавалера, Алена совсем не думает ни о сыне, ни о своей репутации. Степан Меншиков заблокировал в социальных сетях свою бывшую жену Евгению Шамаеву. Женя опозорила Степу, рассказав своим подписчикам, что он сошелся с Ангелиной Монах только ради ее денег и вскоре после рождения ребенка начнет гулять и бросит тетю Гелиум. Анита Кобелева переживает непростой период своей жизни. Именно поэтому девушка не выдержала и перебрала с веселящими напитками. В результате пьяная Анита не контролировала себя. Кобелева разнесла всю комнату, заявив о том, что Федор Стрелков ее не любит и не ценит. Общаясь с ней только ради проектной выгоды, Стрелков пытался успокоить девушку, но это было невозможно. Анита после произведенного дебоша плакала и расстраивалась, потому что хочет чувствовать себя счастливой, однако не может это почувствовать из-за отношения Федора. Девушка не понимает, зачем к ним постоянно подтягивают его прошлых девушек, которые уже остались в прошлом, а не должны научиться жить без ее мужчины. Стрелков поставил условие, согласно которому она больше никогда не должна употреблять спиртные напитки, иначе их отношения будут закончены окончательно. Степан Меншиков продолжает троллить Илью Ябарова. Илья пытался недавно сбежать с проекта вместе с Настей Голд, обидевшись на Степана. Хотя конфликт как раз начал сам Илья, уверявший, что спаси свою любовь, необходимо разогнать, чтобы за ворота отправить всех его участников. Степа, конечно, не стал молчать. А так как троллинг – его второе имя, то Илье придется не сладко. Хотя, с другой стороны, это тоже отличный повод попасть в эфиры. Степан успевает послать заряд бодрости не только островитянам, но и заставить энергичнее двигаться полянских жителей. С Ильей Ябаровым у них случился откровенный разлад и расхождение во взглядах. Пока Степа надеется привести на проект всю свою семью, Илья требует вообще закрыть шоу «Спаси свою любовь» и отпустить всех его жителей на «Вольные хлеба». В ответ Степа прямо заявил, что сейчас происходит прямой дележ власти и сфера влияния под камерами, после чего показал, как Илья на коленях ползает перед организаторами, выпрашивая разрешение вернуться на проект, а потом выслал для него подарок и напомнил, что место туалетного ёршика – возле туалета. Стал ли принимать Ябаров такой презент, станет известно в ближайших эфирах. Зрители одобряют то, с какой энергией Степа решился встряхнуть всех топчиков. Первой подпулей попала Саша Черно, который усиленно возмущается пребыванием Степана на шоу. Уже которую неделю не забывает Степа потролить и Рапунцелей, а теперь достается еще и Ябарову. Поклонники проекта, уставшие от идеальных семейств Купиной и Капаклы, ждут, когда Степа возьмется из-за них. Стоит отметить, что Саша Черно действительно категорически недовольна присутствием Степана на Сейшелах, а вот Дима Дмитренко старается смотреть на это проще и спокойно приходит к Степе пообщаться. Несмотря на подаренную блалайку и разгромный пост про Ольгу Рапунцель перед века ручного труда. Александра Черно решила отомстить Ольге Рапунцель и угрожает ей компроматом. Многие помнят, как Оля гнобила Черно, постоянно рассказывала, как Пышка Дома-2 пренебрегает своей беременностью, много курит, объедается, валяется сутками на кровати. И вот Черно решила Рапе отомстить. В своем блоге Рапунцель предалась воспоминаниям и решила рассказать, как проходили ее роды. Черно поспешила оставить под постом Ольги свой комментарий. Супруга Аганесяна заявила, что люди, которые снимали процесс появления Василисы на свет, до сих пор работают на проекте Дом-2 и знают истинную правду, касаемо родов Рапунцель. Теперь многие гадают, что же Саша имела в виду. Скорее всего, она скоро сольет сенсационный компромат на свою коллегу по телестройке. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!